Эта выставка посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Бойцам, которые не вернулись, неизвестным героям, чьи отвага и самопожертвования стали прочной основой для нашей жизни. Действительно, Великая Победа – это главное событие XX века. Оставило огромный след в истории, но, наверное, всё-таки самое главное, что это наша национальная гордость. Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная за всю историю человечества. Она унесла десятки миллионов жизней. В 1941 году на территории Дмитровского района разворачивались активные боевые действия. Более 40 тысяч наших земляков ушли на фронт. Каждый третий не вернулся. Самое главное – помнить свою историю, историю своей семьи. Вот ребятишки, вы стоите здесь ещё совсем-совсем юные, но очень важно любить историю, читать историю, понимать и изучать её. Открытие выставки, конечно же, сопровождалось концертной программой для ветеранов войны и тружеников тыла. Из самых маленьких гостей выступила вокалистка Алина Катышева, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Маслов. Выставка состоит из двух частей. В первой части, в документальном цикле, представлены фронтовые письма, ранее не представленные рисунки военных времён из фондов музея. Вторая часть – это предметы советской фашистской армии, открытки, рисунки, графика и ордена, найденные на территории нашего района поисковым отрядом «Рубеж славы». Главная задача выставки – показать, какую важную роль играли письма из дома для боевого настроя солдат, с какими мыслями они шли в бой, о ком думали и кого защищали. Эта выставка, пожалуй, одна из главных экспозиций этого года. Долгая разработка концепции, два месяца подбора и транспортировки экспонатов, больше двух недель монтажных и декоративных работ в зале выставочного центра. Выставка получилась очень полной и животрепещущей. Те же письма, написанные в те далёкие тяжёлые времена нашими солдатами, никого не оставят равнодушными. Продолжение следует...